Музыка Приветтос амигос не перестают просить какие-нибудь видосики по тундре делать Ну вот я наконец-то подобился снять видео под названием War Thunder самая недооцененная игра в мире Хотя нет подождите нельзя говорить War Thunder надо говорить War Thunder Motherfuckers Именно вот так произносится Thunder Но уж точно не Сандер как говорят некоторые и уж точно не стоит писать Сандер Потому что это такая блять деревня что просто пиздец уж лучше War Thunder говорить Ну или War Thunder как я Ну или Тундрочка если уж совсем любя и мило Кстати Тундрочка звучит как-то даже двояко что очень подходит этой игре Типа Тундрочка вот Но речь не об этом вообще-то не о названии И даже в коем-то веке не об онлайне этой игры Который на момент съемок достиг 60 тысяч пользователей Это 10 часов вечера в будни Ну в общем-то будничный прайм тайм В бездуховной картошке в это самое время по самым скромным подсчетам около 500 тысяч пользователей онлайн И это в игре где нет нормальной графики Вообще нету физики и над танками еще полоска жизни как у дебилов Ну это на объективный взгляд игрока Тундрочки конечно же Ну так вот речь о том что War Thunder Глобально все недооценивают и больше всех наверное в своих видосах ее недооцениваю я И даже в том видео где я сравнивал графику в танковых играх Хоть я и назвал War Thunder'очку победительницей соревнований Все равно я сука ее недооценил Может быть конечно дело и в этом А еще может быть и так что игроки War Thunder'очки это просто эпические нытики Которые постоянно всем недовольны Вот почему игроки картохи или игроки мыла Дриснут что-нибудь в комментах если им не нравится и дальше идут И только игроки War Thunder'очки начинают что-то доказывать Говорят что я в игру не смог Что блять я ничего не понял Что я играю как днище и поэтому ее я блять не люблю Что игру надо понять Что в процесс надо втянуться Что игра-то вообще на самом деле лучшая Просто ты нихера не понимаешь и все в таком роде Ну вернемся к графике Собственно самый популярный коммент под тем видосом Набравший больше всех лайков Итак пункт первый В Тундре тоже можно цветовой фильтр менять Причем есть возможность точно настраивать ползунками В Тундре цветовые фильтры спрятаны где-то в дополнительном меню настроек В то время как в World of Tanks цветовые фильтры вывели на самое видное место где их проще всего заметить Так что когда я графику в Тундре настраивал я просто поставил все на кинематограф и на этом все закончилось Во-вторых самих фильтров в картошке явно больше В-третьих они там явно красивее Фильтры в Тундре созданы для того чтобы наоборот графику испортить Потому что либо они делают все чертовски темным Либо накладывают эффект старой пленки на бабушкином проекторе Вообще мне интересно в Тундре вообще есть хоть один игрок который включил хоть какие-то фильтры в настройках Кроме вот этой вот рамки темной по углам монитора Я думаю нет потому что они ну вообще не какущие Несмотря даже на то что там есть какие-то ползунки которые честно говоря мало на что влияют по-моему Пункт второй Время дня плюс тип погоды Каждый бой случайным образом Дождь, ночь, облачности и тому подобное Сложные погодные условия присутствуют в боях Только очень и очень редко По понятным причинам отсутствия маркеров в некоторых режимах Чувак я месяц играл в War Thunder Не видел ни капли дождя Я не виноват что погода стоит у вас годами такая Как будто танки ездят не по Европе а по гребаной Сахаре И для того чтобы дождь пошел должно племя индейцев собраться вокруг костра и исполнить ритуальный танец Пункт третий Вид от наводчика Но я поясню для тех кто предыдущее видео не видел В World of Tanks на PlayStation 4 в прицеле виден ствол танка Вот этот пункт собственно об этом Значит в тундре тоже есть оказывается такой вид только в симуляторных боях А мне вот интересно что разработчику помешало добавить ствол в прицел вообще во всех режимах По-моему он геймплей никак не усложняет Он торчит там где-то сбоку абсолютно не закрывает обзор Симуляторные бои это вообще такой особенный режим в тундрочке В который блять никто не играет Ты должен выбрать соответствующую технику из списка Полчаса в очереди посидеть пока еще такие же люди найдутся Которые в симулятор хотят поиграть И уже тогда вы войдете в бой Да я согласен что там бывает ночь Я ее на стриме видел Возможно даже там бывают погодные условия Но почему сука все это находится в самом непопулярном режиме игры Пункт четвертый Облака в тундре не статичная картинка оказывается Они объемные и имеют взаимодействие с авиацией и освещением Тут видимо надо опять пояснить что я на том видео показал небо World of Tanks на PS4 Где небо анимированное там облака летают Солнце блестит Это смотрится очень офигенно У фанатов тундрочки сразу бомбануло Как-то так их небо обосрали И очень много в комментах написали по этому поводу Господа вы либо пиздите Либо вообще нахуй не понимаете о чем речь Когда вы в артум дрочку играете На танке небо самая блять настоящая Статичная картинка Нихуя она не движется Либо движется с такой эстонской скоростью Что этого просто невозможно заметить Но когда вы садитесь в самолет Вам естественно включает уже совершенно другое небо Где облака объемные За них там можно на самолете залететь и так далее Но ключевое слово здесь Включают Ключевая фраза здесь Когда садитесь на самолет Просто считайте что у вас две игры в одном клиенте И в самолетных боях небо не такое как в танковых А в танковых земля не такая как в самолетных Я уже не раз и не два и не десять пытался объяснить Чем именно мне не нравится в артандер Но все равно это бестолку Все равно игроки в артундрочки ничего не хотят слышать А если тебе игра не нравится Значит ты просто лох Ты просто не понял ты вообще там блять унтерменш какой-то То есть у них все крутится вокруг того что тундрочка это пиздата Невозможно не любить тундрочку Игроки тундрочки считают что тундра очень сложная для всех Потому что бла 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 Я считаю что тундрочка сложна только тем что абсолютно нихрена не видно Посмотрите что происходит на экране Что возможно увидеть блять когда у тебя весь экран в елках в деревьях каких-то Ничего на врага можно наткнуться только разве что случайно Я им говорю что танки медленные Они мне говорят что медленные видите ли не все Да все танки медленные в тундрочке Чтобы дотошнить до того момента когда начнется нормальная перестрелка Вам надо ехать минут 10 После чего вас естественно убьют одним-двумя выстрелами из засады И вы поедете тошнить до места боя снова Нормальных перестрелок веселых интересных в игре тоже нет Все друг друга либо ваншотят, либо контузят, либо наносят какие-то нереальные увечья и тут же добивают Почему-то в игре с самым потрясающим на сегодняшний день реализмом После того как из экипажа выжил только мехвод Танк все еще может развернуть свою башню и выстрелить в ответ Вообще почему-то танк получивший снаряд с затылок из боя не выбыл Напрашивается вывод о том что реализм в игре крайне избирательный Ну так почему же тогда не ввести в игру компьютерного командира танка Который будет вам во время боя подсказывать где он видит врага Или где там ваш союзник вступил в бой Чтобы вам было легче найти цель свою на поле боя Что от этого игра хуже станет? Нет, не станет Реализм от этого пострадает? Нет, не пострадает В танке сидят 4 человека А управляете им почему-то вы один Была конечно какая-то вялая попытка облегчить нахождение врага на поле боя Типа когда ваш союзник по нему стреляет вы его видите на карте Но что-то особых плодов игре это не принесло Нужно дальше что-то думать Убили моего наводчика, я не могу стрелять Я аннигилировал вообще все живое что было в башне вражеского танка Он развернулся и выстрел Но видимо у него был экипаж из терминаторов Т-800 Что поделать А вот это игра Спинтирс Она тоже реалистичная, тоже чертовски графониста Вот специально подспущенные колеса Чтобы был реализм, да, чтобы этот грузовик превратить в настоящий говномес Эта игра считается симулятором Симулятором лесовоза Ну и как вы думаете Много ли людей играет в этот вот симулятор реального лесовоза Который вот так же как и в Артундрочке Тоже месит говно по физике Оставляет колею Вот эти вот борозды колеса тонут в говне Все очень красиво, реалистично и эффектно У машины есть дифференциал Там ручник, управление очень классное Да никто почти в нее не играет А знаете почему? Да потому что тошнить на лесовозе, блять, по дороге В игре, где ничего не происходит Это вообще не интересно Вот примерно схожие ощущения я испытываю в Артундрочке Когда еду к месту боя на танке 20 минут Графика очень красивая, очень реалистичная Я не спорю, но она заебывает, когда ты ездишь по ней без дела А еще добавьте к этому то, что когда вы наконец-то доедете Вас ваншотнут одним выстрелом из засады И вы снова начнете заниматься этим скучным монотонным делом Вот давайте представим, что цель этой игры Это не довести бензин, не там, не срубить дерево Не привезти на базу Давайте представим, что это гонки Что в нее можно поиграть по сетке с другом Вот в такие вот гонки Кто быстрее, блять, проедет через болото Через всю карту до базы Там трехчасовой этап вот этого ралли-говномеса Вот вы бы стали в такие гонки играть Давайте будем честными Скажем, что через полчаса максимум вы бы из этой игры Вышли и пошли играть в аркадный Need for Speed Вот именно что War Tundra и World of Tanks какой-нибудь телеармата Это вот как симулятор вот этого лесовоза И какой-нибудь нормальный гоночный Need for Speed Где и графика похуже, и реализма нет, и физики нет Ничего нет Но зато и геймплей там бодрый, и динамичный И что самое главное веселый Или, например, вот тот же Distance Игра малоизвестная, и нихрена не популярная Это антиреализм Надругавшийся над законами и физики Но зато игра очень бодрая и динамичная И гонять в нее с кем-то по сетке Это намного веселее, чем месить любое дерьмо Колесами, какое бы реалистичное оно не было Но фанаты Tundra Почему-то отказываются понимать такие простые вещи Для них человек, которому Tundra не нравится Который играет в картошку, просто конченый рачище И гребаный ДЦПшник Потому что, блять, у танка есть здоровье Господи, какой бред Как вообще можно играть в такое говнище Вот же, вот он реализм Нахрен Аркаду Вот так должно быть Ты должен тошнить на танке 15 км в час По самым, блять, горбатым картам За всю историю видеоигр Потому что в реальности так оно и было Ты должен дохнуть с первой Максимум со второй плюхи Потому что в реальности танки именно так и дохли В Tundra никто не играет Потому что она слишком сложная А все слишком тупые или школота Чуваки, я вам так скажу Нет ни одного человека, который бы Tundra недооценивал Все согласны, что это суперреализм Что это самая лучшая физика И самая классная графика Блять, ну она просто неинтересна Играть в неё пиздец, как скучно Не каждый человек, пришедший с работы или учёбы Хочет 20 минут ездить по кустам с биноклем Выискивая хоть какого-нибудь врага Большинство хочет просто зарубиться Во что-нибудь бодрое на 2 часа И лечь спать Конечно, есть отдельные фанаты реализма Которые собирают модельки танков Входят в кружок реконструкции И ещё что-нибудь такое Из них и будет всегда состоять Онлайн вартун брочки Но большого онлайна Или хотя бы в половину такого онлайна Как у картошки Там, скорее всего, не будет вообще никогда Если разработчик не перестанет развивать Геймплей пассивный Да, такой как просто езда По офигенно красивым картам И не начнёт развивать геймплей активный Такой, как нормальные танковые баталии Перестрелки и так далее На этом, собственно, всё Надеюсь, что хотя бы в этот раз Вы меня поняли Вы меня наконец-то услышали Так что что-нибудь жмите Что-нибудь там пишите И всё такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!